По словам Олега Паточки, преподавателя художественной школы, выделить какую-то одну картину на выставке сложно, но есть особенная, которая притягивает к себе внимание и выполнила ее ученица Олега. Рисунок Софьи Корнеевой хоть и встроен в общую композицию выставки под названием «Праздничное настроение», но все же стоит особняком. А все из-за сюжета, в котором девочка запечатлела момент репетиции рок-группы. Есть у нас такое задание, которое звучит, что дети должны изобразить, ну так казенно звучит, многофигурные композиции в интерьере. Вот эта работа мне на самом деле очень удивила, потому что девочка как бы не особо-то, мне казалось, интересуется такой тематикой музыкальной. Вот раз и вот такая работа появилась, гаражный рок. Выставили гаражный рок в экспозиции под общим названием «Дни французской музыки в России». Подобные тематики связывают еще около 500 работ. «Дни Японии в России», «День кошек», «День рыбалки». Все названия на выставке детских картин не случайны. А работы все, которые мы представлены на выставке, они соответствуют какому-то, не конкретно большому празднику, а просто праздник ежеминутный, ежедневный. Если мы посмотрим на наши праздничные календари, то праздник происходит фактически каждый день. Сюжеты на картинах самые разные. На одних упор сделан на театр во всех его проявлениях, на других – военные парады, кошки, природа и быт российской глубинки. Но наиболее часто встречаются сюжеты, так или иначе связанные с семьей. Потому что для детей это очень важно в жизни. Семья – это одна из самых важных составляющих. И они это, думают они или не думают об этом, но это просто в их жизни присутствует, и это отображено в их работах. Выставка «Праздничное настроение» только начала свою работу. Попасть на нее может каждый желающий в часы работы художественной школы по улице Академика Харитона. Вход свободный. Итоги конкурса подведут 20 декабря. Для всех желающих подготовят фото-зоны и различные мастер-классы на новогоднюю тематику. Кирилл Осинин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Служба новостей Саров-24.